Добрый день, уважаемые подписчики, гости канала, любимые наши арендаторы, обожаемые инвесторы. Мы незаслуженно обошли своим вниманием, да мы много чего незаслуженно обошли своим вниманием, я имею в виду по микрорайонам, районам по Барио в Валенсии. В данном случае сегодня мы на Патраексе с Алексеем Юрьевичем. С утра был дождь, в последние дни погоды, конечно, так себе, дожди достаточно сильные. Ну вот солнышко, как и обещал прогноз. Мужик со вчерашнего, бесит его этот самый мотороллер, видишь? Мы прямо у самого метро, вот мы только что вышли с Алексеем Юрьевичем из метрополитена и расскажем вам сегодня, скажем так, о двух местах параллельно и синхронно. Хисус-Патраекс. Начали с самой дальней точки Патраекс, улица Каспара-Агулара, это достаточно крупная улица для Патраекса. Она такая, наверное, районообразующая. Вокруг нее сосредоточены улицы, переулки, небольшие садики, скверики. Сразу сходу скажу о том, что прямо у метро вы можете видеть вот такой домик и вот такой домик. Вот такие домики по ту сторону площади, достаточно бюджетные. В целом, я бы не сказал, что сейчас, на сегодняшний день, район Патраекса и переходящий Патраекс в Сафронар, все это, в принципе, Патраекс в Сафронар, вот что туда, чуть дальше, да? Я бы не сказал, что это район с каким-то уж таким бюджетным жильем, подходящим, скажем, для инвестиций. Скорее нет. Я бы так сказал, что Патраекс, район метро, мы сейчас говорим именно об наиболее вкусных, интересных местах с точки зрения транспортной доступности. Наверное, это прямо вот метро, с которого мы вышли. И минут, может быть, 10 по Каспару Агулару, по прилегающим улицам. Это представляет интерес для наших людей с той точки зрения, что все-таки привычка привязываться к какой-то станции метро, она в наших людях живет. Люди из крупных городов все-таки, да, или даже из небольших городов, из каких-то поселков, может быть, райцентров. Для них метро – это показатель некой, так сказать, транспортной доступности, облегченности транспортной, скажем так. Я бы не сказал, что район сильно маргинальный. Скорее, даже наоборот. Уже язык не повернется назвать Патраек с каким-то маргинальным районом, который можно сравнить, там, скажем, целыми, там, Барио в Беникалапе, Мальворосе, например, да? Да, район эмигрантский, конечно. А какой район Валенсии не эмигрантский? Это район не бедный, не богатый, но в то же самое время сейчас зацепиться здесь за какое-то бюджетное жилье стоимостью до 100 тысяч практически невозможно. Я нашел два или три предложения в данный момент. Квартиры по 80, по 90 тысяч. И то это, как это ни странно, малогабаритные квартирки на первых этажах в социальных домах. Буквально однокомнатные, двухкомнатные, небольшие совершенно, по 50 метров. Мы не будем считать это за полноценное жилье. Говорим о том, что квартира должна быть метров 70, как обычно, от 70 до 80, да? Но стоимость такой квартиры вот вокруг метро Патраекс я дешевле 147 тысяч ничего не нашел. То есть вы сразу понимаете уровень, да? 10-процентный налог, вознаграждение комиссии агентства, ну и так далее. Возможно, потребуется, скорее всего, какой-то ремонт. Устройство достаточно понятное, то есть центральная улица Каспаро-Гулар и отходящие по 90 градусов улочки. На мой взгляд, достаточно толковое для Валенсии устройство микрорайонов. Вот с такими понятными, отходящими влево-вправо улицами. Без каких-то вот таких вот завитков, завитушек, каких-то кривых, косых улиц, там, площадей с пятью выходящими из нее улицами, впадающими с шестью, выходящими пятью и так далее. Вы спросите в таком случае, так для чего же тогда Патраекс и ближайшие места? Ну, на мой взгляд, как относительно бюджетный вариант квартиры для собственного проживания, да, вполне подходящий. И с несомненного плюса этого района. Близость к центру. Тяготение к площади Испании, к самому центру Валенсии, к двум вокзалам. Вокзал Даль-Норд и вокзал Хаким-Сароя, безусловно. К сожалению, отсюда достаточно далеко и неудобно добираться до парка Турии. Это все-таки потребует времени. Прямая ветка в метро от Патраекса ходит до Меретим-Серерии, то бишь до пляжа. Это интересно. То есть прямо можно доехать до моря. Но я думаю, что на это уйдет у вас примерно минут сорок. Поезда на Меретим-Серерии ходят нечасто с Патраекса, поэтому придется подождать даже, в общем-то, в будний день. Вот опять же, прямая понятная улица. Прямая понятная улица. Позеленее, чем там. Обратите внимание. Отдаленность от парка Турии покрывается тем, что все-таки здесь во дворах достаточно много скверов. Зеленых, приятных, тихих вполне. Не сказать, чтобы тот же самый Каспар был какой-то оживленной такой трассой, шумной. Такого впечатления не складывается, согласись. Я так подозреваю, что это и есть Кальво Акасио, наверное, улица. Да нет, я могу ошибаться. Я неплохо знаю эту улицу. И, скорее всего, да, мы выходим к дому прямо нашей хорошей подруги, которая купила как раз-таки здесь себе квартиру в свое время. Сделала там ремонт. И излишки площади она сейчас сдает по комнатам. Но поскольку живет сама, она тщательнейшим образом выбирает каждого жильца. Комфортного для нее, как ей может показаться. Обычно не более двух человек. Да, я, кажется, угадала. Кальво Акасио 11. Прямо вот по курсу. Мы не будем уточнять этажность. Это ни к чему. Опять же, персональные данные, чтобы, так сказать, нам не было замечаний на нашем канале. Вот обратите внимание. Дома расположены вокруг сквера. Опять же, детская площадка, скамейки. Изобильно скамейки наставлены просто. Паркинг забитый, конечно, безусловно. Слабое место в Аленсе. Мы вам об этом же говорили. Это, естественно, парковочные места бесплатные. Вот такая небольшая площадь. Крестообразная. Перекресток. Вот эта серия домов достаточно интересная. Типовые дома вплоть до соседней улицы. Они без лифтов, к сожалению. Но что мне понравилось конкретно именно в этом доме и в подобных домах. Большие квартиры под 90 метров. Правда, с одним санузлом. Но очень большие, красивые комнаты. Они очень толково расположены. Максимум комнат выходит на улицу, а не во внутренний двор. Буквально там, по-моему, кухня и одна из комнат выходит во внутренний двор всего лишь. То есть все остальное, это вот, соответственно, расположение достаточно приятное. Вот это сквер. То есть сразу настраивает покупка квартиры вот в этом конкретном месте, сразу настраивает на положительный лад. К концу. Прямо вот он там виднеется за деревьями, оранжевая вывеска. Квартира в этом доме стоит минимальная 214 тысяч евро. Небольшая квартира. Приличная квартира, я посмотрел, 340-360. Это вот в районе 100 метров, два санузла. Это достаточно свежий дом, обратите внимание. Наиболее бюджетный дом именно в этом месте, это вот этот дом. Явно конца 60-х, конечно, без лифтов. Ничего на продажу я в нем не нашел. Если бы что-то и продавалось, я думаю, стоимость была бы значительно выше 100 тысяч. 120, 130, 135, до 140, если квартира готова к проживанию, безусловно. Чем мне всегда нравился Патраекс? Буйство, буйство архитектурных изысков в плане жилого строительства. Посмотрите, какие оригинальные интересные домики. И вот такой красненький какой-то. И вот справа вот этот вот повыше, с такими большущими балконами. То есть как-то так достаточно все интересно сделано, приятно. От солнышка, так сказать, от осадков, для того, чтобы здесь пересидеть дождь. Посмотрите, какие лужи образовались после нескольких дней дождей. Послушайте, птички поют. Красота. Вот вам Патраекс. Напомню, это 10 минут от метро. Магазин «Консум» в пешей доступности. Стоимость квартир, конечно, особенно вот в этих домах, относительно свежей постройки. Никак не меньше 200 тысяч. Наверное, скорее всего, даже и не подступиться, чтобы что-то купить тысяч за 200. Наверное, все-таки побольше. Вот только что-то вот в домах без лифтов на противоположной стороне. Тоже, я думаю, что это начало 70-х. Конечно, лифт, очевидно, присутствует. Стоимость квартиры в этом доме, предполагаю, где-нибудь 150-170 тысяч. Для меня ценообразование, ну, это какая-то приятная улица с кронами, склонившимися в зеленых деревьях. Конечно, над улицей, думаю, здорово на самом деле. Чем для меня всегда был непривлекательный Патраекс? Большой достаточно микрорайон, даже это не микрорайон, это район, и достаточно большой, не сказать, чтобы огромный. Очень плотная застройка, достаточно тесные улицы. Ну, не сказать, чтобы совсем прям тесные, как в центре, да. Нормальные, наверное, по валенсийским понятиям, да. Вот такая застройка, она кварталами, кварталами, улицами, кварталами, то есть ее много, вот она везде, везде, везде. Куда ни кинешь взгляд, посмотрите, то есть, ну, все везде вот просто вот утыкано домами. Нет каких-то разрывов под что-то такое большое, крупное, вот кроме такого сквера, скажем так, да. То есть, ну, нет, это хорошо, приятно, прикольно. Но такого размаха, как на Компонаре, возможно, даже на Бенеколапе где-то, к которому мы уже немножко попривыкли, да. То есть, ты только вышел с Бенеколапа пять минут, и ты уже вот на углу Адемуса, где вот эти широкие улицы, как бы, да. Здесь вот эти массивы, они продолжаются и через 100 метров, и через километр. Это все вот так вот, этого всего много-много-много, долго, и в будние дни, конечно, очень многолюдно. Людской поток, на мой взгляд, явно не хватает социальных учреждений каких-то. Это для всего нужно ехать куда-то в центр, или в сторону Хисуса, где расположено большинство офисных зданий. Я думаю, что мы сейчас пройдем по параллельной улице, выйдем к зданию госпиталя. В то же самое время, когда-то, ну, наверное, лет 20, а то может даже и больше, в начале нулевых, как ни странно, район Хисус, Патраекс особенно, был очень популярен среди приезжающих русскоязычных. С Украины, из России. Да, здесь близости аэропорта, самолеты заходят на посадку, идут на взлет. Вот есть такое дело. Был очень популярен район, здесь было недорогое жилье, поблизости, как я уже говорил, к железнодорожным вокзалам. И наши люди любили покупать и снимать здесь квартиры, комнаты. В последние годы я вижу, что ситуация немножко изменилась, я вижу это по нашей группе в Фейсбуке, когда не так уж много предложений мы видим конкретно по Патраексу. Достаточно редко сдается какая-то комната у метро Патраекс. В последний раз я такое предложение видел, может быть, несколько недель назад. Не сказать, что сейчас это популярное место приложения денег. Скорее, по первости, люди, которые приезжают и живут первый год, два, три, люди находили, скажем так, раньше за интересные деньги. Интересные квартиры большие, с большой кухней, с двумя санузлами. Но несколько наших знакомых в последние годы уже успели продать здесь квартиры, приобрести квартиры все-таки в других местах. Я так толком-то и не получил ответа на вопрос, по какой такой причине все-таки люди решили пойти на такую весьма недешевую операцию, как продать квартиру, заплатить налог. Я думаю, что мы, наверное, перейдем улицу, не будем углубляться. То есть это уже получится от метро, уже 15 минут ходьбы. И, как я вам уже говорил, эти кварталы будут продолжаться, вот, вливаясь в Сафранар, прямо до самого русла, сухое русло. Это вот что у нас такое? Новая Турия. Новая Турия. Прямо вот туда. Конечно, на Сафранаре, скажите вы, так сказать, есть замечательные новостройки, Обра Нуэва даже есть. Но вы же понимаете, что без автомобиля ехать еще от метро, допустим, по Траекса или Сафранар, еще минут по 15-20 в транспорте, это такая себе перспектива. Она была интересна в тот момент, когда цены стали бурно расти. Люди выбирали остатки приличной недвижимости вот подальше от Патраекса, вот даже за Сафранар, ближе вот к этому, так сказать, руслу Турии. Мы сейчас говорим только о том, что доступно близко к метрополитену. Как я и обещал, мы сейчас выйдем к зданию очередного одного из госпиталей. Посмотрим на вот эту тихую и достаточную улицу, я считаю. Посмотрите, как плотно она вся уставлена автомобилями. Прямо вот буквально плотно. Ну вот что, тоже приятная тихая улица. Один из выходов того же самого консума, который мы видели через сквер, да? Вот дом свежий, с хорошими планировками, с дорогими достаточно квартирами. Я думаю, что тысяч до трехсот, а то и выше, наверное, квартиры доходит. Тихая улица, не шумная. Вы слышите пение птиц, хорошо разросшиеся деревья. Это довольно приятно, я бы сказал. Поэтому я бы рекомендовал окрестности метро Патраекс для покупки жилья для себя. Для себя, не для инвестиций все-таки. То есть, если у вас есть какими-то там 200-250 тысяч, вот вам госпиталь прям сразу большой достаточно, такой солидный. Доктор Писет, госпиталь доктора Писета. Тема со скамейками в Валенсии в последнее особенное время говорит нам о том, что все-таки невооруженным глазом видно и заметно, что город с очень старым пожилым населением, преобладающим, скажем так, да? Отсюда и количество госпиталей. И вот уже с люстрочкой синенькой у нас едет очередная амбулансия. Я попозже расскажу, чем меня, собственно, в свое время не устраивал район Хисус, где мы жили, с каких соображений. Я предлагаю нам возвращаться в сторону метро Патраекс, иначе мы здесь застрянем. И более бюджетные улицы, они ничем не отличаются от улиц Бенни-Калапа, глубины дворов Бенни-Калапа, там того Штер-Эфеля, узкие улочки, старый жилой фонд от 60-х до 70-х, изобилие домов без лифтов, примерно все то же самое. Но вместе с тем, повторюсь, я, готовясь к сегодняшнему выпуску, не увидел на идеалисты фотокасса каких-то прямо бесконечных вариантов с продающимся бюджетным жильем 80-90-100 тысяч. Я такого не видел. Обычное воскресное времяпрепровождение в многочисленных кафе, которые расположены прям буквально друг за другом через каждые 20 метров, а то и 10, а то и подряд, прям вот кафе, кафе. Там еще одно кафе на уголочке. Еще одно панадырие. Пожалуйста, тоже работает. В общем, смотри, очень все красиво. Да, 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 да. И, наверное, вкусненькое что-то есть. Тортики какие-то даже есть, смотри, бесконечные донатики. Донатики. Я думаю, что, знаешь, вопрос переизбытка соли, это, наверное, вопрос, в принципе, к общепиту вообще во всех странах, скорее всего. Это не только к Испании, как бы, да. Ну, вот такой вот домик, да. Фасад выглядит немножко, конечно, удручающе, да. Если бы, конечно, его вот отремастировать, привести в порядочек, напрашивается, напрашивается, конечно, да, напрашивается. Зато в непосредственной близости от метро. Прямо у метро, да. Ну, вот, ну, что удивительно, я не вижу, не видел, чтобы тут что-то продавалось. Хотя под инвестицией в таком доме было бы, наверное, интересно приобрести трех-четырехкомнатную квартиру. Понятно, что она стоит недорого. Не сказать, что место шикарное, но надо понимать, что пешком в центр там, ну, сколько, 15 минут до площади Испании. Прожив здесь полгода в этих местах в свое время, я не проникся ими, откровенно говоря. Все опять же по той простой причине. До всех центров притяжения в Валенсии море, парк Турия, воскресная торговля, которая бывает здесь по полгода, каррифур, корт-энглец, супермеркады, скажем так. Да всего далеко. Все-таки вот так не пойдешь пешком, за 15-20 минут никуда не дойдешь. Это уже надо ехать. Это уже надо спуститься в метро и поехать. В радиусе километра мы посмотрели, окрестится метро Батраекс. Ну, девушка, во рту непременно какая-нибудь либо электронная сигарета, либо просто сигарета. Это Турет, товарищи телезрители, вы не обращайте внимания, это ведущий его просто подклинивает. Турет нас спросят, чтобы в каждом нашем видео прям уже свернулся целый пул наших поклонников, которые говорят, Владимир, перчиночку какую-нибудь добавьте. Ну, что вот мы сейчас обозреваем этот скучный, унылый район, на самом деле он совершенно неинтересный. Надо что-то добавить. На самом деле, да. Вот на самом деле. Мы же славимся чем? Правдой, искренностью, откровенностью. Ну вот я хожу, но... Ну что? Ну ничего. Ну мы же никого ни в чем не убеждаем. Мы просто показываем и говорим о том, что он действительно район, но он... Это спальник. Густонаселенный, плотный спальник. Но рядом с метро. Но рядом с метро и рядом с центром. Ну, опять же, далеко от моря, далеко от парка. Вот выехать отсюда на спорт, куда-то на велике, да? Ну куда? Да нет, на велике-то быстро. Ну куда? Туда чуть-чуть, так сказать, под 45 градусов. Это мы упремся в Тресфоркес, который мы обозревали не так давно. Я думаю, что это примерно километра полтора туда пройти. Минут 15 хода и Тресфоркес. Мы прямо упремся в Амениду и Тресфоркес. И выйдем, скорее всего, если пойдем по диагонали, прямо к парку с самолетом. Домофон, да и даже видеодомофон на входе. Это что-то какое-то секретная организация. Спектр. Спектр. Мировой заговор. Спасио. Все. Все. Это все понятно. Кто знает, тот знает. Абсолютно. И вот Джеймс Бонд. Все. Испанский. Все. Да. Пистолета, очки 60% в скидках. Все. Видите, как все на поверхности. Испансы такие непосредственные. То есть, ну, как это вот так взять и... Хочешь понадежнее спрятать что-то, зашифровать? Да. Все. Сделай это на виду. Это явка. Ну, видно же, что матрасы по 1000 евро никто покупать не будет. Тут что-то не то. Что-то не то. Странное желтое здание. Почему желтое? Ну, почему оно такого цвета? Здесь находится кью, который Джеймсу Бонду тачки подгоняет. Вот это хорошо. Вот он отсюда выезжает. Мы поняли, что район без перспективы, значит, просто юморить с Алексеем. А что тут пока? Ну, что? Ну, вот куда? Ты хочешь вот туда идти? Туда нет. Я тоже... Не зеленая, не красивая. А вот как только какая-то зелень. Вот мы показали, наверное, лучшее, я думаю, что есть у метро Патраекс. Вот мы показали лучше, скорее всего, да? Наверное, я бы даже вот в этом прекрасном доме, вот на уголочке вот в этом, хотя дом явно свежий, и даже с паркингом подземным, пожалуйста, въезд на паркинг, я бы не стал покупать квартиру. А квартира, между прочим, стоит от 250 тысяч. Климат жаркий, засушливый такой. Может быть, вот эта вот привычка есть какое-то вот это мясо вяленое такое, необработанное теплом. В чем, может? Близкородственные связи, да? И близкородственные связи. И черви в голове. И черви в голове, да. Ну вот, по путинаше... Красивое здание, вот скажите. Сомнительно, сомнительно. Очень красивое. А нахуй тогда мы его показываем? Почему же? Ну вот бора-бора, смотри, какое интересное здание, да? Даже с балкончиком. Можно оттуда приветствовать народ. А передовижение кавалькады пройдет, так сказать, и Дон Владимир будет приветствовать народ, страну. Может быть, даже бросать червонцы какие-то там, или десятиевровые купюры там, может быть. Нет, она прекрасна только тем, что вот в этом пространстве, как я уже вам говорил, между метро Патраекс и Хисус, сосредоточено огромное количество всевозможных контор, офисов, адвокатских контор, всевозможных хисторей, бухгалтерских структур. Они буквально вот мы сейчас, вот именно вот та улица, где в том числе работает и наш нежно любимый нами хистор. Пожалуйста, мы вам посоветуем нашу хисторию, нашего хистора Луиса. Он ведет дела в нашей компании. Вот это пространство, повторюсь, между Хисусом и Патраексом, для жизни, на мой взгляд, оно, конечно, совершенно ничем не примечательно. Хотя есть относительно свежие дома, казалось бы, да. Но вот удручающее отсутствие зелени, каких-то интересных углов, с чем-то вообще, в принципе, интересным, на мой взгляд, с каким-то... Ну, разве что только что вот этот вот сквер, знаменитый, в котором я провел практически полгода, мы сейчас к нему подойдем. Ну, что? Сплошные организации какие-либо, офисы. Особенно вот дальше. До центра, до площади Испании, ну, буквально перейти улицу, пройти еще там, сколько там, до вокзала или до площади Испании, минут по 10 ходьбы, наверное. Ну, вот хоть какое-то оживление, вот глазу, вот какие-то угловые дома приятные. Со скверами, потому что есть сквер. Официнас, ты правильно сказал, официнас и оквер. Вот это вот все офисные здания. Да, 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 абсолютно, абсолютно. Вот просто вот это все здание, и вот это все офисы. Потому что есть тяготение к центру, к тому, чтобы дойти пешком по делам, не ищая места для парковки, не выезжая никуда на авто, просто пойти пешком в центр, что-то сделать. Аютаменты, банки, все центральные офисы, в центре, опять же. То есть в этом смысле для деловой жизни район Хисуса, даже, может быть, и между Хисусом и Патраексом, они привлекательны. Ну, хорошие свежие дома, в общем, достаточно интересные. Ну, само место мне как-то вот. Хотя, какие у нее шансы? Вычитали последние труды Стивена Хокинга, которые еще не опубликованы были, хотя он уже умер. Вычитали, он говорит, братья, вычитали? Она говорит, нет, что там интересного, брат, скажи. Он говорит, я не понял ничего. Это рынок. Это рынок. Я так подозреваю, что он функционирует исключительно по, наверное, по выходным дням. Сейчас он не работает. У нас 13 минут пятого. Волочка, вещи не на сушилке, а просто на перилах. Вон, это ж твоя тема. Ну, ты же видишь, ну, ты же видишь уровень дома. Кондишка и лжи. В каждом, смотри, раз, два, три. Однако. Однако, я же говорю, они вчера ходили ночью гулять и промокли. Попали под дождь. Духие были в говно. Вот, вот тот самый перец, который, так сказать, мы... По поводу алкоголя, друзья, вы часто спрашиваете, чем же занимаются не только мигранты, но и местные жители, ну, мигранты в большей степени, вне зависимости от их социального уровня, так сказать, и... Как с языка снял! Просто как с языка! Грубо говоря, наличие или отсутствие каких-то денег. Банальная совершенно вещь. Совершенно банальная вещь. Друзья мои, пожалуйста, не обижайтесь, но пьют. Все пьют очень много. Другой вопрос, что здесь не принято пить крепкое спиртное в таких количествах, как это, скажем, в России, например, да, а потом устраивать какие-то там выходки хулиганские, валяться на земле, так сказать, и так далее. Пьют много пива, много вина, но, тем не менее, много очень пьют. Особенно, так сказать, иммигранты русскоязычные, к сожалению, люди... Одни люди приехали сюда с целью вырасти, люди из глубинки, допустим, да, это интересно в чем-то. Люди состоятельные, даже вкладывающие деньги, инвестиции, получающие какой-то доход, люди с деньгами, в принципе, наверное, обеспеченные на всю свою оставшуюся жизнь. Конечно, социально здесь значительно сильно теряют. Людям нечем заняться, у людей нет больше бизнеса, да, а людям 45, 50, 55 лет. То есть это все еще крепкие, полные силы люди. Применить себя здесь. Конечно, дело в том числе и в языковом барьере. Язык нужно выучить до какого-то уровня, когда вы можете общаться не просто в быту. Здравствуйте, до свидания. Спасибо, пожалуйста. Ну и какие-то термины сложные, времена всевозможные. Это понятно, что язык без языка, ну, никак. Поэтому, как обычно, большинство людей, процентов, наверное, 90, просто-то, я думаю, что 9, да, с пятницы по воскресенье, как минимум, злоупотребляют алкоголем. Это печально. Увы. Таких примеров масса. Не стоит сейчас, не хочу я посвящать этому. Ну вот, Кай Хисус, сама Кай Хисус, это ее конец, самый. Вот она заканчивается здесь, и проходит она, Алексей Юрьевич, аж до самого-самого, до самой психиатрической клиники, той старой, до библиотеки. Прямо... А вот новая. А вот новая. То есть прямо это все буквально на одной улице, только конец и начало. В ту сторону. Прямо, вот, прямо, 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 прямо. Все это на одной улице. Только это номер дома 105. Тут, наверное, я думаю, что какой-нибудь 107. Все, Кай Хисус заканчивается. Друзья, я обещал вам рассказать о том месте, где я провел полгода. Мы с супругой снимали квартиру, ходили этой дорогой многократно. А вот и подъезд. Кай Хисус. Он Сенуну. 101. Пожалуйста. Шикарная Баха с замечательной картиной. Вот с этой стороны подойди, посмотри. Там такое полотно. Прямо вот во всю стену. Какие-то мотивы старинные. Там два скоростных лифта. Шикарный, конечно, подъезд. Красота. Большущие квартиры. От 90 до 110 метров. С двумя санузлами. Наша квартира была просто какой-то огромной, неправодоподобной. Большущий зал. Большущие спальни. Большущая кухня. Два санузла. Практически в каждую квартиру на тот момент, пока мы здесь жили, приходила уборщица, домработница какая-то. То есть публика зажиточная. Сразу скажу о том, что мне не нравилось здесь. Два госпиталя. Один за углом. Второй вот прямо вот над нами, скажем так. И ежедневные, ежечасные, каждые полчаса сирены, скорой помощи. Это, конечно, доктор Пухоль. При нас была выкуплена локаль. Это было много-много лет назад. Ну, сколько? Девять. Была выкуплена локаль, и ремонт шел непрерывно на протяжении, наверное, года. Фасад неоднократно переделывался. Приезжал сам доктор. Говорил, что это не годится. Они его перекрашивали. Буквы переклеивали. Они были не того цвета. Что-то, в общем-то, так сказать, долго-долго-долго, в общем, все это как бы... Концумф, который мы долгую пору находили. Перейдем сейчас на ту сторону. Понимаете, друзья, не своя квартира арендная, она у человека, который не привык снимать жилье в принципе. Я никогда не жил в съемном жилье. В ней ничего не хочется делать. Она немножко раздражает, угнетает. Ты хочешь свое какое-то гнездо, свой какой-то якорь. Это даже не чисто женский прикол, в том числе, наверное, и мужской. Что-то повесить, что-то сделать, да, к чему-то руки приложить, навести лишний раз какой-то порядок, прибраться. Не хотелось совершенно, к сожалению. Поэтому, да, вот это тот... Хотя у нас были средства и немало их существованию, так сказать, мы только переехали, казалось бы, да. Но вот те полгода, о которых я уже говорил ранее, когда всех эмигрантов начинает накрывать в большей или меньшей степени, но депр, депрессуха. Поэтому, ну, я-то, в общем-то, не пил уже, так сказать, много лет и пить не собирался. А вот людей, которые ищут выхода к своему депрессивному состоянию, конечно, самый ближайший понятный путь это магазин. Это спиртные напитки, безусловно. Мы сейчас с вами не пойдем в сторону метро Хисус, хотя она вот метро направо, наверное, метрах в 100, прямо вот по этой улице. Уже достаточно шумный, оживленный. Через скверик в конце следующего дома три светофора. Метро Хисус. Друзья, в завершение нашего сегодняшнего обзора между Хисусом и Патраексом, из которых мы только что вышли, завершая выпуск, я хочу обратить ваше внимание на то, что в последние месяцы, может быть, год, может быть, два максимум, в Валенсии городские власти стремятся создать как можно больше каких-либо уголков мест, общественных, так называемое общественное пространство, где можно проводить какие-либо мероприятия, только не готовить, а именно принести что-то готовое, устроить какое-то мероприятие, чей-то день рождения, встречу каких-либо друзей, одноклассников, коллег, я не знаю, провести какую-то экскурсию, что-то обсудить, может быть, какой-то небольшой митинг. Обратите внимание, какие-то интересные инсталляции. То есть все-таки власти, какие бы они ни были, социалисты или коммунисты, как бы мы их ни ругали, ни поносили, но забота о людях все-таки чувствуется. Алексей Ильич знает это не понаслышке под тем же самым растущим велодорожком, как бы в какой-то, ну, как минимум, наверное, арифметической прогрессии. То есть они просто растут, отвоевывается пространство от городского транспорта для людей, для жизни людей, для велосипедистов, в конце концов, для пешеходов. Зоны облагораживаются. Вот это вот, сколько я помню себя, кроме автомобилей, здесь ничего... Здесь была автостояночка, да. Ее просто взяли и отдали людям. В общем, да. В праздники городские, конечно, место не пустует, безусловно. Итак, друзья, когда-нибудь, возможно, в Валенсии появится новый памятник. А в завершении, в самом конце, подводя итог сегодняшней передачи, немножечко такой подвысосанный из пальца сюжет об этих никому не очень-то интересных жилых массивах в Валенсии, я завершу на более мажорной, интересной, такой высокой ноте, скажу о том, что завтра у нас с Алексеем Юрьевичем аж целых два нотариата с разрывом в час. Просто два нотариата, двум инвесторам. Мы покупили две инвестиционных квартиры, которые завтра, наконец-то, так сказать, вместе с ключами перейдут в их собственность. Чеки и деньги отданы. Контраты для АРС были сделаны на прошедшей неделе. Все было оплачено, все готово. Квартиры нами были осмотрены, конечно, рекомендованы нашим инвесторам. Завтра они станут их счастливыми владельцами. И мы буквально, наверное, чуть ли, может быть, уже не завтра, в общем, к следующей неделе, мы подготовим выпуск специальный об этих двух квартирах. Мы собираемся эти квартиры запускать для сдачи в аренду покомнатно. Сколько примерно нужно будет вложить денег, что нужно будет сделать. И потом, по завершении ремонтных работ, при запуске уже под саму непосредственно аренду, мы вам снимем еще одно видео, посмотрим, во что превратились окна, как мы меняли электрику, розетки, выключатели, какие были вложения под каждой квартирой. Мы обо всем этом подробно расскажем. Два сеньора принесли с собой что-то попить, покушать и уселись. Друзья мои, если вы имеете хоть какие-то возможности еще с тем, чтобы перебраться в это замечательное место, в Валенсию, в Испанию, подумайте, сделайте это, если такая возможность есть. Мы со своей стороны поможем вам консультациями, делами. Правда и ничего, кроме правды, наш девиз. Итак, всех любим, целуем, обнимаем. Алексей Ильич за камерой, Владимир Ильич в кадре. Все полезные контакты, ссылки в описании, а также в шапочке в баннере нашей группы. Всего доброго, до следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok